Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцевой я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Самаре отметили День киргизского языка. Чем удивили гостей организаторы праздника? Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями фонда Сколково. Обсудили направление сотрудничества и условия создания благоприятной среды для предпринимательства и инноваций. Глава региона отметил, что в Самарской области сформирована комплексная система поддержки инновационных предприятий и организаций. Для региональных компаний предоставлен широкий спектр услуг и сервисов фонда. Организовано взаимодействие с технопарком Сколково, в том числе на площадке технопарка Жигулевская долина. Такое взаимодействие помогает региональным предприятиям, в том числе претендовать на получение мер поддержки на федеральном уровне. Поддержка инновационных предприятий и организаций в Самарской области будет усилена, подчеркнул глава региона. В России ужесточат миграционную политику. Соответствующие законопроекты направлены на рассмотрение в профильные комитеты Госдумы. Об этом рассказал депутат Вячеслав Володин. По словам парламентария, такие изменения предполагаются с целью навести порядок в миграционной сфере, сделать ее прозрачной, ужесточив наказание за нарушение законодательства. Организация незаконной миграции будет относиться к особо тяжким преступлениям. Предлагается повысить меру ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов и фиктивную постановку на учет иностранных граждан. За такое вид преступления законопроектом установлено лишение свободы от 2 до 6 лет или штраф от 5 до 10 миллионов с конфискацией для юридических лиц. При повторном совершении такой штраф составит от 10 до 60 миллионов. Кроме того, совершение преступления иностранным гражданинам, незаконно находящимся на территории России, предлагается отнести к обстоятельствам, отягчающим наказание. По словам Володина, проекты законов будут рассмотрены в приоритетном порядке. Их принятие планируется до декабря этого года. По поручению губернатора Самарской области, с 1 октября в регионе для оплаты проезда вводятся новые социальные карты за победу. Ими могут воспользоваться члены семей участников СВО, проживающие на территории Самарской области, в том числе супруги участников СВО, вдовы, вдовцы, не вступившие в повторный брак, дети старше 7 лет и по достижениями возраста 18 или 23 лет при условиях обучения на очной форме, а также дети погибших участников СВО той же возрастной группы. Получить проездную социальную карту можно в Управлении социальной защиты населения по месту жительства. Удобно и выгодно пассажиры общественного транспорта Самары смогут по-новому оплачивать проезд. Не нужно будет ждать кондуктора. Можно просто сканировать QR-код в салоне автобуса, троллейбуса или трамвая и оплачивать поездку через систему быстрых платежей. Всех, кто использует новый способ оплаты, ждет приятный бонус. Стоимость поездки будет примерно на треть меньше. Подробности расскажем в сюжете. Вот такие таблички для оплаты проезда стали появляться в салонах самарских автобусов, троллейбусов и трамваев. Можно сканировать QR-код и перевести средства через систему быстрых платежей, а можно воспользоваться функцией бесконтактной оплаты. Такая возможность появилась у жителей 10 регионов страны. Самарская область в числе новаторов. Профильные службы столицы региона также поддержали идею. Кроме удобства пассажиров ждет еще и выгода. До нового года поездки для тех, кто использует новую систему, будут дешевле почти на треть. С 10 октября и до боя курантов, до 31-12, когда вы оплачиваете проезд с помощью табличек через систему быстрых платежей, поездка разовая будет дешевле на 11 рублей. Мне кажется, это очень значительно. То есть сейчас, например, в Самаре разовая поездка стоит 35, такое «назад в будущее». Возвращаем когда-то существовавшие 24 рубля за поездку. Скидка будет применяться автоматически. Платежными табличками в Самаре оснастят все наземные транспортные средства, задействованные в перевозках по муниципальным маршрутам. В городском департаменте транспорта отмечают, что уже несколько лет идет работа по внедрению безналичного расчета в пассажирском транспорте, поскольку это востребованная у пассажиров форма оплаты. Это не единственный новый метод оплаты. У нас с этого года по карте жителя Самарской области внедрили пакетные тарифы, электронные карты, которые без физического носителя, тоже в цифровое приложение будут зашиты. По линии метрополитена оплата по биометрии будет внедрена. Поэтому мы стараемся охватить все передовые направления и дать пассажирам все опции, какие только могут там быть. Перевозчиков заверили, несмотря на акцию, согласно условиям которой пассажирам предоставляют скидку в 11 рублей, выпадающих доходов у предприятий не будет, поскольку единый оператор Национальной системы платежных карт компенсирует средства в полном объеме. Председатель профсоюза работников жизнеобеспечения Самарской области Сергей Жуков отметил, что не стоит забывать о водителях и кондукторах, которые должны справляться с контролем за оплатой. В ближайшее время будет организовано дополнительное совещание с перевозчиками и техническим отделом единого оператора электронного проездного в Самарской области «Объединенная транспортная карта». Также проведут инструктаж для персонала. Представитель Национальной платежной системы поясняет, после оплаты на экране сразу же всплывает электронный чек. Его можно сохранить в своем телефоне, отсканировать и показать кондуктору. Будет указана стоимость проезда, время оплаты и номер транспортного средства. Это позволит кондуктору проверить платеж. Полное правило пользования системой предоставления скидки на проезд, а также перечень маршрутов перевозчиков, участвующих в акции, доступно на сайте вампривет.ру или в мобильном приложении «Привет». Более подробную информацию можно также получить по телефону горячей линии плюс 7 929 707 6138. Светлана Кудрявцева, Сергей Паскин. События. В Самаре до 26 октября продлили ограничение движения транспорта по улице Авиационной в границах улиц Клинической и Новоурицкой. Автобусы номер 52 проследуют по скорректированной схеме. До 4 октября ограничили движение транспорта на участке улицы Челюскинцев в районе дома 1. Перекрытие дороги связано с ремонтом теплотрассы. Горожан просят заранее планировать маршруты поездок. Подробнее с изменениями в движении транспорта можно ознакомиться на сайте городской администрации. В Самаре начала свою работу выставка-форум «Комфортная городская среда». Более 30 компаний, которые связаны со всеми этапами благоустройства, предложат свою продукцию, а также примут участие в обсуждении современных тенденций в сфере ЖКХ. Форум продлится три дня и будет включать в себя семинары, круглые столы и выставку достижений. Подробности у Андрея Горгуленко. В Смоленской компании по производству дорожной техники среди партнеров проведение выставки форума «Комфортная городская среда». Их машины убирают улицы городов почти во всех регионах России. Но, тем не менее, они не смогли остаться в стороне от этого события, поскольку именно такие встречи и позволяют лучше понимать своих клиентов. Данная выставка является эффективной площадкой для продвижения нашей техники, потому что здесь мы общаемся непосредственно с нашими заказчиками, обсуждаем технические моменты, доработки, внедряем инновации, делаем наш продукт лучше. Всего выставки, которые проходят в третий раз, принимают участие более 30 организаций, которые представляют полный цикл благоустройства – от проектирования и составления смет до поставщиков материалов, оборудования и различной строительной и уходовой техники. Компании и делегации представляют не только Самарскую область, но и еще 17 регионов. На выставке можно познакомиться с деятельностью организации и найти решение для благоустройства под свой вкус. Мы ждем абсолютно всех неравнодушных жителей на нашу выставку, независимо от профессии или профессиональных предпочтений, потому что все мы хотим жить в красивом городе, экологически чистом, уникальном и привлекательном не только для жителей, но и для туристов. Работы по формированию комфортной городской среды вышли на новый уровень в 2019 году, когда президент Владимир Путин инициировал нацпроект «Жилье и городская среда». Только в Самарской области за пять лет удалось благоустроить более 700 общественных территорий и полторы тысячи дворов. Я хочу всех вас поблагодарить за ваш труд, за ваш вклад, пожелать вам хорошей работы на этой выставке, обменяться и получить побольше опыта, компетенций, чтобы стать еще большими профессионалами в этой действии, с которой вы сейчас безусловно являетесь. На выставке также на протяжении всех трех дней будут проходить семинары и круглые столы, где участники будут обсуждать современные подходы к реализации нацпроектов, нововведения в законодательстве в сфере ЖКХ, бережное отношение к благоустройству природных территорий, а также различные реформы, тенденции и особенности обслуживания городской среды. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События. Поддерживать не только словом, но и делом. Городская дума отправила больше 15 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции. Собрали продукты питания, шансовый инструмент, блиндажные печи и многое другое. Ксения Баканова продолжит тему. Это тот самый случай, когда человеческое неравнодушие можно взвесить в тоннах. Из Самары в зону СВО отправили очередной гуманитарный конвой. Собрали все, что так необходимо на передовой. Блиндажные печи, окопные свечи, носилки для переноса раненых и теплые вещи. А еще дроны, радиостанции, шансовый инструмент, лекарства и продукты длительного хранения. Самое главное, наверное, всего перечня. Собраны несколько десятков тысяч писем и рисунков для наших бойцов. Они здесь пойдут с пиасмашиной. В общей сложности сегодня мы отправляем в пределах 15 тонн гуманитарной помощи. Но это только первая, так сказать, партия. Инициатором сбора помощи выступила городская дума. Также присоединились школы, волонтерские организации и неравнодушные жители. Это работа системная, бесперебойная, по нуждаемости. А нуждаемость всегда. И тут нет чего-то нового, чего-то старого. Постоянно аккумулируется, в чем необходимость у наших пацанов, у наших ребят на фронте. И все это старается собираться. Загрузили три большие машины. Впереди более тысячи километров пути. Провожали гуманитарный конвой под патриотическую песню «На удачу». А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещение и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Если будем делать мы вакцинацию, то мы обезопасим себя, свой организм от болезней инфекционной. И самое основное, предупреждаем болезни уже те, которые существуют у человека давным-давно. То есть защита большая. Если идет, как говорится, вакцинация человека, он обеззараживает сам себя и также спасает своих близких, близких людей, знакомых, потому что мы ездим в транспорте, и инфицированный человек очень легко передает эти инфекции. Так что обязательно нужно делать вакцинацию от всяких заболеваний. А далее коротко о других событиях этого дня. В Самаре начал действовать новый автобусный маршрут номер 87. Он соединяет микрорайон Крутые ключи Красногринского района Самары с метро Кировская. На маршруте курсирует 20 автобусов, следующих от Северного шоссе через Крутые ключи, Мехзавод, улицу Чекистов, кинотеатр Луч, Юнгородок и до станции метро Кировская, а также в обратном направлении. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за опасное вождение. Это действия, создающие аварийные ситуации на трассах, в том числе необоснованные перестроения в потоке машин, резкое торможение без причины, несоблюдение безопасной дистанции. Лихачей предлагается штрафовать на сумму от 3 до 5 тысяч рублей, а за повторное правонарушение уже лишать право управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. С 1 января 2025 года страховые пенсии в России планируется увеличить на 7,3%. Повышение выплаты коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. По данным соцфонда на 1 августа 2024 года в России насчитывается 7 миллионов 850 тысяч работающих пенсионеров и 33 миллиона 200 тысяч неработающих. Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 2019 года корректировались на размер официальной инфляции один раз в год. Пенсии могут проиндексировать дополнительно по решению президента России или правительства. Например, в 2022 году их увеличивали три раза. Страховые пенсии работающим пенсионерам не индексировались с 2016 года. В МВД России назвали признаки, по которым можно определить, что на смартфон установлено вредоносное программное обеспечение. На этом может указывать снижение производительности устройства, например, если телефон стал медленнее работать. Другим признаком может стать появление большого количества рекламных объявлений в приложениях или необычные всплывающие окна. Также пользователям посоветовали обратить внимание на неожиданные списания со счета или исходящие сообщения, которые они не отправляли. Следует обратить внимание и на состояние устройства. Если оно перегревается при выполнении простых задач или аккумулятор быстро разряжается, то смартфон может быть взломан. Диетолог рассказал о пользе винограда. Черный виноград помогает предотвратить появление онкологии, а красный важен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Красный виноград богат антиоксидантом, благодаря чему эта ягода улучшает кровообращение, здоровье сосудов и понижает холестерин. Также в темном винограде много клетчатки, которая благоприятно влияет на пищеварение. Однако врачи рекомендуют не злоупотреблять виноградом. В день рекомендуется съедать не больше 100 грамм ягоды. Основа здорового общества и безопасности государства в год семьи в Москве поздравили многодетных военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии. В числе участников семья сотрудника управления Росгвардии по Самарской области майора полиции Вячеслава Хантеева. Подробности в сюжете. Чествование многодетных семей военнослужащих и сотрудников войск Национальной гвардии прошло в Москве в Петровском путевом дворце. По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова гостей и участников церемонии от лица руководства ведомства поприветствовал генерал-полковник Алексей Воробьев. 2024 год объявлен президентом Российской Федерации годом семьи, что подтверждает факт искренней заботы руководства страны о благополучии россиян и будущем нашей Родины. Испокон веков на Руси всегда оценились многодетные дружные семьи, а рождение ребенка рассматривалось как величайшее счастье и божественный дар. В числе участников праздника семья сотрудника управления Росгвардии по Самарской области майора полиции Вячеслава Хантеева. Многодетные супруги Вячеслав и Светлана вместе почти 30 лет. Воспитывают шестерых детей. У них пять дочек и один сын. Летом этого года в соответствии с указом президента семью наградили медалью ордена «Родительская слава». Награду Чите Хантеевых вручал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Все виновата любовь, наверное, взаимопонимание, поддержка друг друга. В различных ситуациях. Все же пополам? Да. Мы же не по одному. Хантеевы – дружная и музыкальная семья. Дети поют в церковном хоре. Старшая дочь Анастасии также занимается музыкой. Вышла замуж за военного музыканта, который служит в Росгвардии. Рассказывает, что в большой семье никогда не было места ссорам и обидам. Я никогда не была обделена вниманием. Мне всегда хватало. Я была довольна. Никакой обиды, ничего нет. Я чувствую себя полноценным счастливым ребенком всегда. И сейчас, каждый раз, когда я приезжаю домой, я чувствую себя счастливым ребенком. И не важно, сколько мне лет. Во встрече с многодетными семьями приняли участие почетные гости – депутаты Государственной Думы, известные деятели культуры и спорта. Светлана Кудрявцева, События. В Самаре вручили знаки отличия комплекса ГТО юным спортсменам первой и второй возрастной категории. Это ребята 6-8 лет, которые делают свои первые шаги в области физической культуры и спорта. Знаки вручали в торжественной обстановке, а в подарок пригласили фокусника. Как прошел праздник, увидели наши корреспонденты. Султан Канюкаев, как и любой 8-летний ребенок, очень любит хорошо повеселиться и посмотреть фокусы. А самое большое удовольствие – стать на несколько минут ассистентом Факира и показать трюк. А вот выделяется Султан любовью к спорту. Он уже призер первенства Европы по шашкам, а также любитель легкой атлетики. Из спортивных – бег. Почему любишь бегать? Потому что я бегаю в бустыне. Султан, как и другие ребята, сдал нормативы комплекса ГТО для первой и второй возрастной категории на золотую медаль. Всего знаки отличия разной ценности в торжественной обстановке получили более 70 детей. Как правило, эти детки уже в каких-то секциях, в школах занимаются. И поэтому сегодняшний результат – это, конечно, тот этап, который будет служить и в дальнейшем для участия в каких-то соревнованиях и занятиях того или иного вида спорта. В Самарской области с каждым годом таких успешных юных спортсменов становится все больше. Потому что условия для подготовки к сдаче нормативов, а также площадки, где принимают этот спортивный экзамен, постоянно улучшаются во всех 38 муниципальных образованиях региона. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. В Самаре отметили День гиргизского языка. Праздник прошел в Думе дружбы народов. Для зрителей выступили творческие коллективы. Работала выставка литературы и национальных блюд. Ксения Баканова расскажет подробности. Утром – чай, в обед – кульчатай, вечером – кумыс. Вот так живет киргиз. В Самаре отметили День гиргизского языка. На нем, говорят, 4,5 миллиона человек. У нас алфавит 36 букв, 3 буквы лишние от русского алфавита. Здесь нет сложности, у нас легко можно научиться. Мы боимся, что у российских киргизов когда-то поколение перестанет говорить на киргизском. У нас вот это страшно. А так, конечно, каждый киргизм дорожим, чтобы не забывать свой язык, свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Праздник прошел в Доме дружбы народов. Работала выставка литературы и национальных блюд. Можно было попробовать баурсаки, медовый хворост и курут – традиционный сухой сыр. Также зрителям показали обряд бешик, связанный с рождением ребенка. Обязательно с правой стороны надо положить ребенка. Если девочка, то надо обязательно ножницу, чтобы она была рукоделеца. Перо, чтобы она была мудрая и богатая знанием. И ставятся костяшки, это называется чуку, альчики, чтобы ребенок был богатый. Мальчику кладут нож и камчи, кнут. Кланяется мама и дает слово, что она будет воспитывать мудрую, красивую, умную дочь. На сцене выступили и творческие коллективы. Ученицы воскресной школы показали киргизский национальный танец «Жалын бий». Его название в переводе на русский означает «искра». Огонь издавна был в сердцах наших предков. То есть они горели желанием придумывать какие-то танцы, развлекать людей. Когда мы танцуем, мы даем энергию, все улыбаются, раздаем позитив и поднимаем настроение. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Самарского района Роман Радюков в своем телеграм-канале поздравил всех причастных днем среднего профессионального образования. Он пожелал работникам сферы достижения самых амбициозных целей, стремления к развитию и неугасающего профессионального оптимизма. И рассказал, что на территории Самарского района находятся три среднеспециальных учреждения. Администрация промышленного района в своем телеграм-канале информирует о старте патриотической акции «Посылка солдату». Она пройдет в 154-й школе. Инициатива направлена на поддержку участников СВО. Учащиеся, их родители и педагоги собирают необходимый товар и подарки для солдат. Этот же телеграм-канал приглашает жителей промышленного района принять участие в опросе о парке «Воронежские озера», где в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» был реализован третий этап благоустройства. Опрос можно пройти на портале госуслуги. Администрация Кировского района напоминает жителям, чьи дети посещают детские сады Самары, о механизме возврата части средств в качестве компенсации за родительскую плату. Обратиться за компенсацией может родитель или другой законный представитель ребенка, внесший плату за детский сад, при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума. Минимальный размер компенсации – 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова